Полгода назад, когда мне позвонил Петр Владимирович, попросил выступить здесь сообщением, сказал, что перед тобой выступит три человека, расскажут разные способы диагностики, и нужно будет сказать, что из этого действительно необходимо использовать, что может быть не каждому человеку нужно. Я думал, какая легкая задача будет стоять передо мной. Когда я начал готовиться к этому сообщению, оказалось, что задача совсем не такая легкая. А мне кажется, что я с кем-то параллельно разговариваю? А слышно меня? Хорошо, ну ладно. И увидев окончательный вариант своего названия, минимальный и достаточный, еще и современные возможности, перспективные направления, я понял, что малой кровью я не отделаюсь. Ну, попросили сказать, что на этом докладе я денег не заработаю. В 1895 году, когда Вильям Холстетт начал делать свои операции, у него было не так много возможностей в диагностике рака молочной железы. Фактически он осматривал пациентку, видел некоторые изменения, которые с его точки зрения соответствовали злокачественной опухоли и проводил хирургическое вмешательство. Когда Маден в конце 50-х годов начал модифицировать технику Холстета, у него кроме рентгенологического исследования еще не было никаких возможностей. Когда Веронези в начале 70-х годов начал выполнять органсохраняющие операции, еще не было ультразвукового исследования. И тем не менее, все эти великие люди смогли сделать огромные шаги в развитии хирургии, ну и вообще лечения рака молочной железы. Сегодня, в 2016 году, мы теряемся вообще в наших возможностях. У нас есть различные варианты рентгенологических исследований, ультразвуковых, магнитно-резонансных, разные варианты изотопных исследований, исследования, про которые даже говорить не хочется, типа термографии и электроимпедансной маммографии, различные варианты морфологических исследований, генетических. И еще, наверное, я могу два слайда с текстом вставить, чтобы продолжать про это говорить. Так нужно ли нам все это? Да, если нужно не все, то на чем остановиться? И я думаю, что здесь важно понимать, что мы делаем и для чего. Да, какую мы цель ставим перед диагностикой? Это получить некий результат. Зачем нам нужен этот результат? Влияет ли он на тактику лечения? Если он на тактику лечения не влияет, ну, наверное, мы можем от исследований отказаться. Дальше, повлияло это на тактику лечения. А выборный метод лечения, он вообще нужен нам как-то? Влияет ли он на результат, то есть на выживаемость больных? Либо он, может быть, влияет на качество жизни? Ну и самое еще не менее важное, это то, насколько этот метод вообще доступен и насколько он экономически оправдан. И тут, конечно, начинаются настоящие войны, и никто не знает, на светлой стороне он находится или темный. Потому что каждый апологет своего метода уверен, что без конкретного исследования в лечении рака молочной железы, да и вообще любого рака, да и вообще любого человека, оно неверно. Другое считает, что я вот и без этого справляюсь отлично, и не нужно мне всяких новых премудростей. Так что же минимальный? Вот в моем названии доклада первое слово было минимальное. В большинстве случаев, наверное, процентов 80, мы можем посмотреть пациентку, выполнить маммографию, получить любую какую-то морфологическую верификацию, убедиться, что нет отдаленных метастазов самыми простыми способами, и начать лечить. Да, если это ранняя стадия, выполнить операцию, потом уже иметь достаточно количество морфологического материала для планирования какой-то одевантной терапии. Будет ли доктор в большинстве случаев прав, воспользовавшись этим методом? Ну, наверное, будет. Считаем ли мы на сегодняшний день такой объем исследований оптимальным? Нет. Да, оптимальным все-таки считается на сегодняшний день значительно больший объем. Куда будет входить, кроме осмотра и маммографии, конечно, ультразвуковое исследование и молочных желез региональных зон, выполнение либо рентгенологического исследования, либо КТ, в зависимости от ситуации, показаний, исследование полноценного органов брюшной полосы с брюшинного малого таза. И в некоторых случаях, я вот уже очень много лет про это говорю, что не надо всем делать резотопные исследования костей, но тем не менее, в некоторых случаях необходимость это есть, либо при наличии клинических симптомов, либо при повышенном уровне лактадогидрогеназа. Ну, это оптимальный набор, но мы отстаем от желаемого. То, что хотелось бы видеть в нашей ежедневной практике, конечно же, это исследование сторожевых лимфатических узлов. Вот Петр Владимирович будет про это рассказывать, со словами, что уже все, наверное, имеют право это делать, но тем не менее, недавно у нас с ним была дискуссия на эту тему, что все-таки некоторые сложности в России с биопсией сторожевых лимфатических узлов пока остаются. Ну, а что такое максимальный набор? Тут вообще взгляд теряется, и никогда невозможно понять, вообще есть на чем остановиться или нет. Что касается молочной железы, мы слышали, что мы можем делать контрастную маммографию, мы можем делать томосинтез, можем делать МРТ молочных желез с контрастированием. Мы можем использовать различные варианты стинтиграфии, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, позитронной эмиссионной томографии, оптической томографии. Нужно ли все это? Конечно, нужно, но далеко не всем. Кому это может быть нужно? Это может быть необходимо тем пациентам, у которых высокий риск возникновения рака молочной железы, и мы боимся что-то пропустить с помощью рутинных методов. Это либо носители герминальных мутаций, родственники, у которых болели пациенток, ну или исследуемых женщин, которые болели раком молочной железы, семейный рак, подтвержденный атипической гиперплазией или дольковый рак инситу, и облучение, которое в детстве проходило по поводу лимфомы Ходжкина. Кому еще это нужно? Это в том случае, если мы сделали уже рутинное исследование, и мы имеем некую непонятную ситуацию. Это категория БИРАЦ-3 или 4. Мы хотим отказаться от выполнения ненужных биопсий и проводим дополнительные неинвазивные методы для того, чтобы склониться в ту или иную сторону. Либо к БИРАЦ-2, либо уже к БИРАЦ-5. Это если высокая плотность, рентгенологическая плотность молочных желез, и маммография недостаточно информативна и эффективна. И есть какие-то артефакты в молочных железах, предыдущие хирургические вмешательства, наличие имплантатов, хотя сейчас современные технологии маммографии позволяют использовать и в этом случае. Но, тем не менее, это может вызвать сложности некие. И, конечно же, если мы стоим на пути каких-то научных исследований, ну тут, конечно, все перечисленные мною методы, еще столько же неперечисленных можно использовать. А какой из них лучше, какой нужнее, какой правильнее? Вот я думаю, какой есть у вас в руках, такой нужнее и такой правильнее. И говорить о том, что давайте все там перейдем на МРТ и откажемся от томосинтеза, нет, неправильно. Или там завтра начнем всем делать ПЭД, как в некоторых учреждениях уже делают. Но мне кажется, это тоже излишне. Обследование региональных лимфатических узлов. Тут тоже, как мне кажется, можно разделить на две категории. Это неинвазивные технологии, инвазивные, про которые мы поговорим на следующем слайде. Это современные, неинвазивные технологии, это использование современных возможностей ультразвуковой диагностики, такие как определение эластических свойств ткани. Возможно использование различных изотопных технологий, как аффект КТ и ПЭД КТ или ПЭД МРТ. И сейчас вот есть возможность использования МРТ с лимфотропными контрастными агентами. Ну, например, монооксидом железа. Нужно это или нет? Я считаю, что это очень важная часть развития диагностики рака молочной железы, чтобы мы могли неинвазивно понимать, есть поражение лимфатических узлов или нет. Но на сегодняшний день пока еще все эти исследования находятся в стадии разработки клинических исследований. И считать их рутинными нельзя ни в коем случае. Исследования сторожевых лимфатических узлов. Сегодня мы слышали про один из методов. Это радиозатопные. Используются красители, как уже говорили. Используется флуоресцентный метод. Есть еще магнитный метод, когда вводятся опять те же самые препараты, как и для МРТ. Монооксид железа, который с помощью магнита может обойти. Ну вот я тут изобразил несколько масок одного и того же известного персонажа. По большому счету и с поиском сторожевых лимфоузлов то же самое. Вот каким методом вы владеете хорошо, какая есть возможность у вас делать рутинно, тот и надо использовать. Мы очень ждем от наших томских коллег, что тот препарат, который был зарегистрирован и запатентован в 2014 году, наконец начнутся клинические испытания где-то за пределами прекрасного Томского института. И там будет больше, чем 34 человека. Я уже хочу в руках подержать этот великолепный раствор альбумина. Поиск отдаленных метастазов. Тоже можно выполнять много разных исследований. Сейчас идет большая дискуссия, повторюсь, о том, нужно ли делать ПЭТ или не нужно, кому нужно до начала лечения, после окончания лечения, всем или только блондинкам. Есть еще различные способы определения циркулирующих ополиховых, клеток, биопсии костного мозга. И к чему все это приведет? К тому, что мы у все большего и большего числа пациентов будем диагностировать распространенные стадии, а не локализованный рак. И по идее должны менять тактику своего лечения. Но тут изображен портрет Бернарда Фишера, теорию которого о том, что рак молочной железы это первично распространенное заболевание, вы все прекрасно знаете. И если мы стоим на позициях того, что рак молочной железы это может быть сразу первичный метастатический процесс, и мы все равно всем больным поголовно назначаем адъювантное системное лечение, будь то это лекарственная химиотерапия, либо гормонотерапия, либо еще что-то, есть ли нам смысл искать каждую опухолевую клетку? Ну, найдем мы ее. Повлияет ли это существенно на тактику лечения? А даже если это повлияет, мы нашли какой-то там где-то метастатический очаг, который какими-то только интенсивными способами является. Изменение нашей тактики лечения улучшит ли прогноз у пациентки или нет? Вот ответа на этот вопрос однозначного нет. На сегодняшний день ни в одних клинических рекомендациях не рекомендовано выполнение перечисленного мною списка исследований рутинно пациенткам перед началом их лечения. Поэтому, наверное, когда будут изменены принципиально уже, даже изменены подходы к лечению, тогда будет нужно больным с начальными формами и опухолем проводить более интенсивный поиск отдаленных метастазов. Мы слышали прекрасный доклад Анны Сергеевны про морфологические особенности. Да, добавить к нему с точки зрения диагностики по биопсийному материалу практически нечего, но есть действительно и возможности у нас больше узнать об особенностях опухоли. Мы можем дальше идентифицировать по типу опухоли, мы можем изучать высокомолекулярные кератины, различные варианты генетических исследований, о чем Владимир Федорович говорил в своей лекции. Можем изучать маркеры резистентности. Сейчас все больше интереса к иммунотерапии в онкологии, соответственно, можем изучать иммунный статус пациента, опухоли, всех и вместе. Опять же, на сегодняшний день вся эта информация, за исключением, конечно, генетических исследований, к которым у нас пока ограничен доступ, вся эта информация носит исключительно исследовательский и перспективный характер считать ее рутинной невозможно. В чем же перспективы? Перспективы, конечно, все равно идут к тому, что мы все больше и больше исследований делаем. Еще раз, 100 лет назад мы пациента только смотрели, а сейчас я уже на 21 слайде нахожусь, что можно с ним сделать. Конечно, у нас лечение становится все более персонифицированным, но и обследование должно становиться более персонифицированным. Вот я на одном из слайдов показывал различные метки для, скажем, PET или там аффект КТ. На сегодняшний день существуют метки, скажем, к эндотолиальному фактору роста сосудов. Мы можем, сделав исследование, понять, имеет смысл назначать пациенту, скажем, бивоцизумап или нет. Или метки к HER2. Если мы сделали PET с HER2 и видим где-то очаги, то, наверное, там HER2 терапия, даже если сама опухоль HER2 не позитивная, она может оказаться полезной для человека. Ну и, конечно же, для каждого метода исследования еще необходимо экономическое обоснование. Потому что делать можно много всего, но далеко не всегда из-за этого мы получаем эффект для пациента и, что не менее важно, эффект для системы здравоохранения. И, конечно, все мы это делаем для того, чтобы вот как в шестой части удалось соколу разрушить звезду смерти, так и чтобы нам, в конце концов, удалось победить рак. Но не все еще закончено. Говорят, будет восьмой эпизод. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Валерьевич. Так, вопрос, пожалуйста. Александр Валерьевич, ну я для начала спрошу. Вот я вот смотрю рекомендации тоже АСК и там Сангалин. Ну вот набор идеальный перед как бы началом лечения, идеальный подход очень хороший. А вот, скажем, фоллау, период наблюдения, мне кажется, что вот самый минимальный набор, наиболее подходящий, потому что там настолько они упростили, что даже нет необходимости там пациенту приходить в центр, достаточно сообщить по телефону о своем самочувствии. Вот. Но вот у меня такой вопрос. Все-таки вот тот максимальный набор, конечно, он как бы предусматривает, хотя, может быть, иногда не учитывается, чтобы как бы перспективы использования каких-то там методов, допустим, наличие циркулирующих клеток, ну как бы, или диссиминированных клеток в костном мозге, как бы говоря о плохом прогнозе и, конечно, о каком-то системном лечении. Но я думаю, что сейчас практически как бы идет, видимо, просто набор как бы материала, и оценка будет уже дана там позже. Так, пожалуйста. Абсолютно согласен с вами. Да, пожалуйста. Большое спасибо за доклад, Александр Ильич. Я думал, вы закончите фразой «Да прибудет с вами сила». Ну, прибудет, конечно. Вопрос не про это. У меня вопрос по практической точке зрения. Как вы считаете, верификация диагноза перед началом хирургического лечения, какой она должна быть, я имею в виду цитологической или гистологической, и должна ли она быть как таковая, ваше мнение? Мое мнение, что она, естественно, должна быть. Мое мнение и моя рутинная практика – это только гистологическая верификация с обязательным определением рецепторов стероидного гормона в опухоли HER2 и K67 перед началом любого лечения. Но тут надо понимать, что все-таки я работаю в научном учреждении, и у нас большое количество научных программ. Если мы говорим про рутинную практику, и это пациент с начальной стадией заболевания, то цитологическая верификация, она, в принципе, возможна. За исключением того, что, к сожалению, цитологическое исследование отличается меньшей точностью, чем гистологическое. И я сталкивался с ситуациями, когда пациенткам по результатам цитологического исследования выполнялась мастоктомия, а морфологически потом злокачественная опухоль в удаленном материале не находилась. Поэтому, повторюсь, я в своей практике от цитологического исследования отказался полностью. Тем не менее, окончательно его исключить, мне кажется, не совсем будет верно. Да, спасибо большое. Еще вопросы? Так. Пожалуйста, вопросы. Ну, у меня достался микрофон, поэтому я, наверное, спасибо за доклад. Но я хотел бы, вот Петр Владимирович задал вопрос, очень хороший, и очень важный для практических врачей. Ваше мнение, с какого материала, размера опухоли нужно начинать юрификацию? Потому что на сегодняшний день цифровая маммография дает возможность диагностировать рак 3, 4, 5, 6 мм. Что в данной ситуации делать? Просто немножко разъяснить вопрос Петра Владимировича. С какого размера надо начинать трепан-биопсию? С любого визуализирую в АЕМОГО. И 2, и 3, и 4 мм. И 2, и 3 мм. Если вы видите опухоль, то вы можете в нее попасть. И вы тогда точно знаете, на какую операцию вы идете, и для чего вы ее делаете. Тогда, возможно, нарушение структур морфологических, и мы уже не получим достаточно важный результат окончательный. Если вы боитесь, что при морфологическом исследовании, в морфологические столбики уйдет вся опухоль, что возможно? Ставьте сразу метку в ту зону, откуда вы берете биопсию. Если вы видите эту зону, взяли биопсию, сразу поставили метку. И потом, если есть необходимость хирургического вмешательства, вы узнаете, откуда точно необходимо взять материал. То есть где вы должны провести операцию, на каком из участков. Эти метки доступны абсолютно сейчас, разные производители, они недороги. Сложности в этом нет. Согласен. И, извините, задам еще тогда вам вопрос. Сколько опухолей размером 2-3-5 миллиметра вы видели за последний год? Мы говорим о единичных случаях, правда же? Нет, нет. Нет? У вас много? У нас много. У нас 74% первая-вторая стадия. Рак инситу 28% за этот только год. Рак инситу. Мы применяем цифровую мемографию, томосинтез, и у нас это очень... И наша тактика маленький опухоль до 5 миллиметров. Мы предпочитаем делать секторальную резекцию, чтобы не портить морфологический результат. И потом уже по этому определяться в тактике лечения. Это возможный способ, но я предпочитаю не тратить хирургическое время на ожидание результата гистологического исследования. Спасибо большое. Вопросы? Больше надо. Спасибо. И у нас есть еще 2 минуты. Бессонов. Александр. Спасибо большое, Михаил Романович. за вопрос. Карциному инситу диагностируется точно так же, как и инвазивный рак с помощью лучевых методов исследования и последующего морфологического подтверждения. В большинстве случаев это морфологическое подтверждение получить можно до начала хирургического этапа лечения. На мой взгляд, во всяком случае. Тактика зависит от распространенности этого рака инситу. Если мы говорим это дольковое или протоковое, тоже тактика может отличаться. Но дольковое карциномо инситу – это случайные находки и крайне редкие наблюдения, во всяком случае, в Российской Федерации прям единичны. Что касается протоковое карциномо инситу, если это локализованный небольшой процесс, некоторые считают, что до 5 сантиметров, как мне кажется, тут правильнее рассматривать соотношение размера опухоли к размеру молочной железы. Так вот, если это относительно небольшая опухоль, то возможно органсохраняющее лечение с сохранением лимфатических узлов, на мой взгляд, даже биопсию в этих случаях, если у нас есть морфологическое подтверждение, что это рак инситу, можно не делать, с последующим лечением в зависимости от окончательного гистологического заключения наличия либо отсутствия инвазивного компонента. Если же это более выраженный внутрипротоковый компонент опухоли, то необходимо говорить об удалении ткани молочной железы с реконструкцией или без зависимости уже от конкретной клинической ситуации. Последний вопрос. Дессонов Александрович. Если позволите, Владимир Федорович хотел небольшой комментарий сделать по поводу развившейся дискуссии относительно эксцезионной биопсии. Дело в том, что существуют диагностические алгоритмы, практикуемые в некоторых лечебных учреждениях, в частности диагностические алгоритмы, разработанные в центре М.Д. Андерсон Техасского университета, которые достаточно четко отвечают на вопрос о месте эксцезионной биопсии в современных практиках. Сегодня у нас, когда будет сессия по раннему раку молочной железы, там будет обсуждаться в том числе вопрос роли эксцезионной биопсии в современных практиках. Но я хотел бы сказать, что Александр Валерьевич совершенно однозначно ответил на этот вопрос, и его позицию разделяют многие специалисты, в отношении того, что если новообразование визуализируемо, то оно должно подвергнуться биопсии и морфологической верификации на догоспитальном и дооперационном этапе. А почему? Мы это будем обсуждать в ходе еще следующей сессии. Спасибо. Продолжение следует...